Надеть радиоошейник на дикого африканского слона – задача не из лёгких. Ветеринары стреляют в животное транквилизатором. И всё это для слоновьего же блага. В Национальном парке Амбасей Левкении притворяют в жизнь программу, цель которой – свести к минимуму конфликты между слонами и людьми. «Если мы сможем обозначить на карте важные координаты и области рассредоточения слонов и предоставить эту информацию тем, кто планирует строительство, то мы сможем разделить тех, кто претендует на территорию, уменьшить контакты с дикой природой и позволить развиваться туризму и деятельности человека». Сегодня ошейники надели ещё на двух толстокожих. Причём выследили их в районе, где выпасают домашний скот, что подчёркивает важность программы. В целом же слонов с радиоошейниками в Амбасейле стало уже 14. Численность диких слонов в Кении за последние 35 лет увеличилась вдвое. Это результат успешной программы по их сохранению. В то же время есть и другая сторона. С ростом количества слонов увеличилось и число их конфликтов с людьми, когда они мигрируют между национальными парками. Выявив с помощью радиоошейников привычные слоновие маршруты, специалисты хотят установить вдоль некоторых участков заборы с электротоком. Они оградят животных от сельхозугодий. Ошейники также помогают смотрителям парка видеть, когда слоны приближаются слишком близко к населённым пунктам.